Госмонополия должна быть поэтапно приватизирована и жесткой массе монопольного увеличения. Я хочу сказать, что те 51% которые находятся в государстве, вы за то, чтобы еще отдать частные руки. Перейдите пожалуйста. Мы сейчас говорим о том, что в свое время неправильно было сделано, такое количество отдали олигархам, что олигархи сегодня действительно живут, жиреют, и мы еще хотим оставшееся то, что у нас есть в государстве, отдать. Я понимаю, что вы сейчас ответите, что это будет лучше, это будет больше экономии. Скажите, как это вы сделаете и для чего? Спасибо большое за ваш вопрос. Вопрос действительно очень важный. Смотрите, я действительно считаю и абсолютно убеждена, что только частная собственность и конкуренция является залогом процветания нашей страны. Ну вот посмотрите на ситуацию. У нас за последнее время, все об этом говорят, произошел нефтяной кризис в нашей стране из-за того, что упала цена на нефть, и соответственно мы стали получать меньше прибыли от экспорта нефти и нефтепереработанных продуктов. Дальше. Логично же, согласитесь, что бензин должен подешеветь. Ну правда ведь, друзья? Ну нефть упала, цена на нефть упала. Давайте я вас спрошу, подешевел бензин за последние несколько лет? Нет. Понимаете? Нет. И это ответ на ваш вопрос. Вы знаете, кому принадлежит Роснефть? Роснефть принадлежит государству. У нас нефть практически вся в нашей стране принадлежит государству. У нас осталась одна компания пока в собственности частной, и то понятно, что это, к сожалению, ненадолго. Пожалуйста, Роснефть, крупнейшая государственная компания, съездите на заправку, посмотрите, сколько бензин стоит. Подешевел он за последние годы упавшей нефти. Почему так происходит? Да потому что чиновники сидят на этой нефти, и, конечно, им выгодно зарабатывать себе больше, им совершенно не важно, в каком состоянии предприятие, и никакой конкуренции здесь нет. Я абсолютно убеждена, если бы в России было большое количество частных, нефтяных, газовых и прочих компаний, эти компании были бы вынуждены бороться за вас, за конечных потребителей, через конкуренцию. Только через конкуренцию вы, люди, которые будете заправлять свою машину бензином, сможете получить другую цену. Потому что компании должны бороться за прибыль. Сейчас за прибыль никто не борется. Сейчас компании борются за воровство. Чиновники получают миллионные зарплаты, разворовывают предприятия, создают дочерние компании и выводят на офшоры эти деньги. Вот что происходит. Только когда частные предприниматели хотят развивать свой личный бизнес, только тогда они будут заинтересованы в том, чтобы была лучшая цена, лучшие условия для рабочих, и чтобы действительно через конкуренцию это становилось справедливым. Нет другого механизма. Нам может это не нравиться. Может не нравиться, что кто-то богаче, чем кто-то другой. Вам может не нравиться даже то, что я зарабатываю больше, чем вы. Да, я это понимаю. Но, друзья, ведь нужно же, нужно же действительно думать чуть-чуть вперед и понимать, что лучше нефтяная компания будет в частных руках, но зато этот человек, который будет ей обладать, будет хотеть, чтобы у компании развивалась, а не своровать из нее как можно больше денег. Вот я вам приведу конкретный пример. Ну, подождите, вы мне задали вопрос, и я хочу вам ответить. Я получила. Вот Роснефть, Роснефть, государственная компания. Как вы знаете, до того, как Роснефть поглотила компанию ТНК-ПП, ТНК-ПП была частной компанией, принадлежавшей, как вы говорите, олигарху Михаилу Фридману. Сравните прибыль частной компании, которая принадлежала ему, и потом после поглощения, как упала ее прибыль внутри Роснефти. Почему? Да потому что одно дело, когда частный человек свое детище развивает, делает хорошие условия рабочим, пытается сделать компанию больше, а значит платит больше налогов. И другое дело, когда его заставили продать эту компанию, эта компания стала частью Роснефти. Это все в открытых источниках, друзья, посмотрите. И прибыль компании упала. Сейчас Роснефть убыточно разве это нормально в богатейшей стране с природными ресурсами технически ограничить владение государством этих компаний, провести денационализацию. У нас сейчас национализируются все компании, понимаете? У нас сейчас государство заставляет частный бизнес продавать ему бизнес через силовые структуры. Есть!